Сделать образование качественным и доступным такую задачу ставит правительство республики. В сфере внимания детские сады, школы, учебные программы. Сегодня депутат Госдумы Алена Аршинова встретилась с педагогами, чтобы обсудить с ними актуальные вопросы. Новочебоксарская школа номер 5 принимает гостей. Депутат Госдумы Алена Аршинова когда-то работала педагогом, поэтому разговор с учителями шел на равных. Она рассказала, в каких направлениях развивается среднее образование, каким должен быть современный преподаватель. Работа в виртуальном пространстве теперь не хобби, а обязанность. Специалисты разрабатывают сейчас проект электронная школа, который предполагает плотное интерактивное общение ученика и учителя. Участвовать в нем хотят и педагоги Новочебоксарской школы номер 5. Учителей интересовала возможность изучать в школе несколько иностранных языков, а в пятой школе это одно из профильных направлений и дополнительное оснащение стадионов для отдачи норм ГТО. Депутат Госсовета Владимир Михайлов живет и работает в Новочебоксарске, давно знаком с коллективом педагогов и школьников. Тот имидж, который создала себе пятая школа, позволяет учащимся данной школы гордиться своей школой, чувствовать себя как дома, уютно. Детский сад номер 44 стал еще одним местом встречи депутата педагогического сообщества. В него ходят дети с особенностями развития. Два бассейна и специализированные медицинские кабинеты позволяют поддерживать их здоровье. Только в Чувашии построены и реконструированы 45 детских садов. Тут миллиард рублей и 600 миллионов только в Чувашскую республику поступили и были потрачены именно на детские сады. Активное участие в оснащении детского сада принимал и муниципалитет, и бизнес-сообщество, и родители. Мы восстановили, восстановили благодаря программе. Привлекли неравнодушных родителей, предпринимателей, руководителей промышленных предприятий. Слаженно работает команда, и люди поддерживают. Действительно, у Чувашской республики очень хорошая репутация сейчас на федеральном уровне. Проект «Единая Россия в детские сады детям» был успешно реализован в Чувашии. Опыт республики одобрен на российском уровне. В этом году при поддержке регионального правительства начинается строительство школ. И у Чувашии есть все шансы стать лидерами в реализации и этой программы.